Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о мероприятии. Сергей Петренко, основатель и уководитель Каворкинга Терминал 42, с большим опытом в управлении различными компаниями, поэтому вот программа семинара, которая сегодня проходит, он уже не в первый раз проходит, это как раз такой обмен, попытка поделиться практическим опытом в области менеджмента как я недавно считал, порядка 20 лет такого опыта, и в том числе на самых разных областях и на самых разных должностях. В основном, конечно, это опыт работы генеральным директором компании Яндекс.Украина, это давний опыт руководства предприятиями на железнодорожном транспорте, в общем, богат. Ну и на самом деле уже в самом терминале достаточно всяких событий, чтобы получить какие-то, сделать какие-то практические выводы полезные. Это семинар двухдневный, он рассчитан на несколько десятков человек одновременно, у него очень большая доля вопросов есть, хочется обсудить многое. его аудитория – это люди, которые, ну скажем, долго развивали свой продукт, занимались созданием какого-то сервиса, IT-компании, и вдруг обнаружили, что у них действительно компания, что есть какие-то вещи, которые не описываются стандартными математическими выражениями, есть люди, их надо уметь нанимать, с ними надо уметь обращаться, контролировать их работу, есть какие-то вещи, вроде финансов, бухгалтерского учета, с которыми тоже хорошо бы разбираться. Совсем в общем смысле есть рутина работы именно директора, которую, в общем, по нашему законодательству нельзя никому отдать. Генеральный директор всегда за это все отвечает, несет персональную ответственность, и нельзя от нее отмахнуться и сказать, нет, неинтересно, я пойду заниматься продуктом. Ну, надо понимать, по крайней мере, в чем она заключается, возможно, нанять кого-то на эту должность, пускай он разбирается с этой рутиной. Но понимать это точно надо. Кроме того, есть возможность поделиться, может быть, наработанными рецептами, решение тех или иных проблем, там, выстраивание процедуры найма, проведение собеседований, с тем прицелом, чтобы никто не занимался разработкой своих собственных велосипедов, по девизам, ну, вот сейчас мы придумаем, как решать задачи, которые давно все имеются. Вот, собственно, это и есть содержание семинара, которые мы проводим. Скажите, пожалуйста, Сергей, относительно вашей управленческой деятельности, в терминале 42 и предыдущей, так сказать, практике, вы применяете какие-то технологии для управления персоналом, бизнесом? Ну, чтобы подразумевать по технологиям, ну, то есть, вот, весь тот опыт, который я рассказывал на семинаре, более-менее статуированной форме, это как раз результат вот всего этого, так сказать, управления. Какие-то, по каким-то граблям мы прошли сами достаточно тщательно, с какими-то проблемами мы видели, как сталкивались другие компании, и поэтому мы можем, в общем, сделать какие-то выводы и, по крайней мере, понять, ну, вот, есть, на самом деле, не обязательно единственный правильный ответ, но можно, по крайней мере, понять, какой из этих ответов больше нравится. Мы небольшие, как правило, все компании сейчас, и директора небольших компаний, которые приходят на семинар, у них есть какая-то там определенная свободная воля, чтобы понять, нравится, хочется ли ему вот так решать эту проблему, или лучше ее решить как-то иначе, а есть проблемы, которые решаются абсолютно обозеленным образом, например, задача управления персоналом, она в любом случае требует какой-то там своевременности, это той же обратной связи, как я сейчас рассказывал на семинаре, и поэтому эти вещи просто надо делать вот так, и не пытаться искать обходных путей, там экономию усилий, оно в итоге только хуже, так сказать, даст только худший результат. Можно сказать, что вы даете готовый алгоритм слушателям? Я, по крайней мере, могу рассказать, что попытка решить эту проблему немножко иначе может дать вот такой негативный результат. Попытка ее не решать, сделать вид, что это не проблема вовсе, даст результат еще худший, точнее, может привести к довольно трагическим последствиям. Поэтому задачка довольно простая, просто рассказать, в том числе, что, ребята, вы делаете так. Тем более, что многие с этими задачами уже посталкивались, так сказать, в своей практике, и поэтому, собственно, и пришли. Спасибо. Есть несколько вещей, которые, то есть, в несколько моментах, которые надо в связи с этим, проявляя эту реакцию к опыту. Реакция должна быть с прививанием. Ну, вот, то есть, в тот момент, или почти там, с какой-то регулярностью, как что-то человек сделал, он должен услышать от вас вот эту реакцию. Если он что-то сделал плохо, он должен это узнать.